Сегодня снова на нашем столе самые разнообразные продукты. Что же из всего этого приготовит Сергей Цыгаль? И кто на этот раз придёт к нему в гости на шашлыки? Об этом мы узнаем буквально через несколько секунд. Плачет цветок, осквернённый в сочном ядре апельсина. Пламенным золотом стал он, белый в былом и невинный. Лорка. Здравствуйте. Это программа «Ны шашлыки», и я её ведущий Сергей Цыгаль. Про золотой апельсин я вспомнил недаром, потому что сегодня мы будем готовить баранину в апельсиновом соусе. Гость наш уже на подходе. Этот человек, который с четвёртого класса уже участвовал в музыкальных конкурсах и занимал призовые места. Встречайте, музыкант Сергей Любавин. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Сергей. Он в валенках по-сибирски. Это пимики называются. Пимики? Это пимы. А я думал, что пимы – это такие, которые меховые. Или это унты? Нет, это унты. Унты. А в Сибири валенки называются пимы. Пимы. Пимики. А галоши носят в Сибири? Галоши носят, когда сырая погода. А бывает сырая погода? Бывает. В марте. Я знаю, что вы любите готовить пельмени, да? Я их больше люблю кушать. Понятно. Ну, как все мужики, но готовить всё. Готовить приходилось, потому что я родом из Сибири, из города Новосибирска и Славного. Да, да. И я вспоминаю в детстве, когда вся семья садилась лепить. Это было целое действие. У нас где-то в ноябре месяце всегда была такая, ну, в деревнях, которые окружали Новосибирск, колхозы, совхозы забивали, ну, животных. Ну, мороз становился, и всех как бы это самое. И к этому как бы времени приурачивали вот как раз пельмени. Это было некое действие, собиралось все родня, человек по 30 порой. За огромным столом бабушки, мама делали тесто пельменное. Как правило, фарш – это 4 или 5 видов мяса, как минимум. Это традиционные там и говядина, там, свинина, баранина. И обязательно в семье всегда есть охотник. Это или лосятина, или мясо птицы, дичь. Медвежатина я прочёл ещё. Ну, медвежатина, да. Кто-то, ну, это кто как любит. И печень лося. Печень лося – это просто, это бомба. А не горчит? Нет, я не знаю. А немножко, да? Всё-таки не в равных пропорциях. Печень чуть-чуть, наверное, да? Это, так можно сказать, современным сленгом больше для понтов. Ну, да, да. Вот это дичь, как бы, ну, что… Всё равно же она лежит, вот эта лосятина. Надо её чуть-чуть добавить. Ну, понятно. Потому что я не думаю, что если из дичи делать пельмени, то они вкусные будут. Ну, так, на любителя. Я знаю, что из зайчика делают пельмени и говорят, что вкусно. Но со свининкой, правда. Да, и все садились, лепили эти пельмени, а поскольку, поскольку там какой-то, я помню, первый, там, второй, третий класс, это просто никак не слинять, это же традиция. Да. И ты лепишь этот пельмень, это мясо сквозь тесто вылазит, проваливает куда-то, раз, куда-нибудь его отодвинешь, чтобы так не видно было. А вы ушки потом вот так вот делали? Обязательно. Складывали ушки, да? Вон кругленький. Даже более того, я потом на Урале, как бы, меня угощали пельмени, положили пельмени. Я говорю, это не пельмени, это вареники. А, они вот такие, треугольничком, да? Они просто без ушек. Вот то, что это самое. Безобразие. Я говорю, какие это пельмени? Нет, это пельмени. То есть, пельмени, они еще не то, что с мясом должны быть, тесто с мясом, а скрученные ушки, чтобы именно подчеркнуть, что это вот пельмени. Ну, так что вы, вам ближе мясо, например, нарезать на кусочки? Сергей, давайте тогда так, я подмастерье, а вы маэстро. Я буду помогать. Хорошо, я спрашиваю, что вам проще, что вам больше нравится? При виде баранины, мне сразу вспоминается Сергей Есенин с Асидорой Дункан и Майрингов, который написал по этому поводу, отчего он раненый, это и у бараниной. Они почему-то кушали в Балашовском особняке на Причистенке холодную баранину с хреном там или с горчицей. Почему я не понимаю? Потому что вкусно. Наверное. Нарезаем? Да. Ну, это какая часть нам досталась? Нам досталась, я думал, что это... Ножка? Бедро, да. Бедро. Бедро. Я, кстати, сам вот в миру, то, что называется, очень люблю баранину. Это вообще вот любимое моё мясо. И я её даже просто могу отварить и просто съесть. Так это же хорошо. Без апельсинов и без вот этих каких-то вещей таких. В любом блюде из баранины всегда, если баранина хорошая, то всё будет хорошо. Сергей, расскажите, как всё-таки, вот при том, что папа писатель и с детства сажал за машинку, вы печатали рассказы, которые он потом правил. Да, такой момент как бы был, но тут, скорее всего, сама атмосфера в доме важна. В принципе, задачи не было вырастить второго писателя или журналиста. Просто атмосфера такая, ну, приходили мужчины, молодые, садились журналисты. Благо, что наш дом находился рядом с редакцией «Советская Сибирь», «Совсибирь». Это газета была областная, у меня отец там работал. И они какие-то вещи обсуждали, литературные, окололитературные. И поскольку была такая атмосфера, всегда приходило в голову, почему бы мне сесть и не напечатать рассказ. Но в этом как раз и был смысл-то большой, что написать от руки было неинтересно. И вообще, зачем этот рассказ нужен? А именно сесть за машинку, одним пальцем понажимать. И это же рассказ, это уже печатное как бы слово. И рассказы были про животных, я помню. Про животных, да. Ну, отец давал мне тему, как в свое время Пушкин Гоголю мертвые души, да. Да, да, да. И говорит, ну, напиши там про дачу у нас, какая птичка, там, горе-хвостка. Давай. И я писал про горе-хвостку, там какие-то вот фантазировал, что-то такое. Вот. Но рассказы слабые, расскажу. Режем лучок. А лучок в какой связи, чтобы меня проинструктировать? А лучок у нас идет, как маринад. Острый соус. Пару ложек майонеза. Уже вкусно, кстати. Да. Одну чайную ложечку горчицы. Апельсиновый сок. И чайная ложечка уксуса яблочного. По-хорошему мясо солить-то нужно уже, когда оно готово. Или перед самой жаркой, или вообще, когда уже ты его снимаешь с огня. Это и шашлык-шалка касается? Да, да, именно шашлыка. Тогда из него сок не выходит. Кажется, мясо, когда его ссорит... Ссорит, да. Ссорит, да. Дает сок, да? Да, тоже сок. Кстати, не знал, я всегда шашлык, у меня небольшой опыт, правда, но всегда солю. Так, мы можем быстро сделать салат. Авокадо любите? Авокадо? Да. Сложно сказать. Ну вот помидоры мне ближе. Хорошо, тогда давайте так. Тогда режьте помидор, потому что у нас для этого салата у нас должны быть тёплые помидоры. Не задумывались, Сергей, почему повара, мужчины раньше всегда, портные повара и вообще всё мужчины. Да и сейчас, на самом деле, больше. Такого положения женщин, как бы, ну, неравноправного раньше, или всё-таки мужчины лучше готовят? Я не знаю, но это факт. Шеф-поваров, женщин очень мало. Красный лук очень полезен. В нём находится... Это салатный лук, так называемый, да? Да, это салатный, но в нём ещё находятся всякие полезные вещества, которые выгоняют холестерин из организма. Как, кстати, и в авокадо. Авокадо тоже в этом поле, очень в этом смысле. Авокадо же это экзотический такой фрукт, он, кстати, где-то в Африке, да, по-моему, растёт? Он везде уже растёт, и вот он его называют крокодиловая крокодиловая груша, такая по форме, он похож на грушу, а по цвету, как считается, да, кожа крокодила. Да, почему-то к экзотическим фруктам такой питаю некую боязнь какую-то вот кулинарную. Почему-то как-то я с неохотой их всегда. Ну, хотя, говорят, вот бывают очень такие симпатичные блюда. Авокадо, он чем хороший? Во-первых, чему вот так любят женщины, кстати говоря. Авокадо? Да. Потому что в нём нет совершенно сахара, в нём нет углеводов, и он, так сказать, диетический. Сергей, а расскажите, ну, вот концертная деятельность, она утомляет? По Сибири по всей прокатили с Евдокимовым. С Мишей, да, был такой период. С концертами, да? Концерты, и такой период был, когда интерес такой был. Мы давали концерт, предположим, в каком-то городе, в Барнауле, а потом играли в футбол. Ну, то есть совмещали со спортом какую-то творческую концертную деятельность. Всё. Так. И, в принципе, конечно, и посмотрели и Алтай, и проехали, потому что я сам столько лет жил в Сибири, и на Алтай как бы не удавалось вот так вот, чтобы посмотреть там вот это Телецкое озеро, горы алтайские. По большому счёту, одни из самых красивейших мест вообще в мире. Там уникальный климат. Уникальность состоит в том, что само Телецкое озеро и река, которая вытекает из него, это Бия. Бия с Катунией соединяется, образует... Так вот там, допустим, село Артыбаш находится. И там даже летом помидоры не вызревают. Но стоит чуть подняться, буквально там 100 метров, 200 метров в горы алтайские, там зреют вот такие яблоки. Вот с этот помидор, с этот апельсин. Да, каким же образом. Яблоки, климат. Меняется климат. Такое состояние, что как там глощина какая-то, вот горами окружена. И, в принципе, вот эти фрукты там зреют очень хорошо. Так, нужно еще вот что сделать. Нужно еще натереть сыру. Так, я беру кедровые орешки, которые невероятно полезны. Кедр – это вообще такое растение, такое дерево, оно то, что называется, и в Сибири делают люди. И раньше это делали и крестьяне, сейчас люди обеспечены и дома, и бани из кедра. И настолько в нем дышится какой-то особый вот такой кедровый аромат. Дерево такого розового цвета, оно очень красивое. И вот этот сумасшедший аромат кедровый, он и полезен, как бы для легких, для здоровья. И считается вот особым шиком сейчас в Сибири построить там такой домик или баньку из кедра. Почему он еще полезен? У него белок растительный в кедровом орешке совпадает практически полностью с белком человеческим, человеческого организма. Поэтому этот белок усваивается 100%. У нас готовы наши... Да, о, что там красивые уже такие помидорки. У нас теплые помидоры. И мы их кладем сюда. Да. Понял. Кладем в авокадо. Скажите, а трудно было одновременно учиться в Гнесинке и на журфаке? Трудно не было. Объясню почему. Потому что, в принципе, поскольку папа и журналист, и писатель, и я в свое время еще и в школе пробу пера осуществлял и печатался в молодежных газетах. То есть у меня был какой-то опыт создания вот этих материалов журналистских. А деваться было некуда, потому что в Гнесинке не было общежития. И, собственно, я поступил, а жить-то негде. И я позвонил тогда еще обком. Мне сказали ребята, что, Сергей, вот есть один вариант поступить в Институт молодежи, на факультет журналистики. А там ситуация такая, что свободное посещение. Ты можешь спокойно заниматься музыкой, и только надо сдавать там предметы. Петь все равно вы хотели всегда больше, чем писать. Да, я даже приезжал когда домой, мне журналисты, которые, ребята, мои коллеги, с которыми мы начинали, мне сказали, Сергей, ну, хорошего журналиста мы лишились, но приобрели, может быть, что-то большее. А вы помните, что вы пели в четвертом классе? Я пел романсы исключительно, почему-то я не знаю. Романсы? Да, то есть в подъезде мы пели свой репертуар с пацанами. В подъезде же на гитаре обычно. На гитаре, да, на гитаре. А дома я пел романсы, я любил творчество Жанны Беческа и какие-то вот такие вещи. Да. Да, ну, может, что-нибудь споете? На холодке прямо? Прямо на холодке, я не знаю, нет, как у вас ваши принципы? Не, ну, давайте, не распеты, но попробуем так, без фанатизма, да, куплетик? Да, конечно, что-нибудь, к случаю. Кусочек Михаила Юрьевича Лермонтов. Ну. Выхожу, один я на дорогу. Отлично. Как раз и да. Отлично. Чтоб весь день, всю ночь мой слух лелея, Про любовь мне сладкий голос пел. Надо мной, чтоб вечно зеленее, Темный дуб склонялся и шумел. Темный дуб склонялся и шумел. Ну, как-то так. Ну, вот этого в подъезде точно не пили. Не поняли бы мальчишки, пацаны. Там что-то было другое. Они бы сказали, Серега, ну это каждый может, давай наше что-нибудь. Дорогие друзья, я напоминаю, что это у нас замечательная баранинка, свежая, с зеленым лучком, с уксусом, с маслицем, с оливковым, с апельсиновым соком, что немаловажно, с острым соусом, с горчичкой, и, пожалуй, все. И, пожалуй, с умением двух замечательных поваров все это сделать. Мы же еще не пробовали. Вы начинайте. Я забыл, что мы должны нанизать апельсинчик. Тогда нужно как-то чередовать? Да, да. Сергей, вы в курсе, что мясо, я не знаю, насколько это, я не мастер шашлыка, но в Абхазии, я очень люблю отдыхать в Абхазии, у меня вот абхазец один учил, что надо кусочек как нанизывать? Так. Надо брать кусочек мяса, плотно сжимать его в кулаке. Вот так. Так. И потом шампур пронизывать. И вот он как-то сам находит именно тот самый ход основной, который и кусочек нанизывается очень ровно и очень красиво. Мне кажется, вот тут апельсин какую роль играет? Может быть, он придает аромат, какой-то эстетический вид, да, вот блюду? Ну и аромат. Да, и сам апельсинчик мы потом тоже съедим же. Поймался я на мысли, что я сто лет назад вообще занимался шашлыком. В принципе, надо как-то это поправить. Полезно, без масла же все. Шашлык жарится, доделываем салат. Да. Авокадо, помидоры. Да. Авокадо, помидоры, соль, перец, оливковое масло. Честно говоря, в жизни ел такого салата. Ой, все впереди. Вот как я вам завидую, у вас все впереди. Да? Да. Красный, дико полезный лук. Одна луковица. Для красоты можно было ничего не перемешивать, но мы можем и перемешать. И сыр еще пойдет? И пойдет сыр. Красиво, да? А перемешивать будем уже, когда возьмем в тарелку. И последний штрих, сибирский. Сибирский? Сибирский штрих. Огонь, 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 огонь. Огонь, огонь, огонь. Огонь. Ох. Ага, подгорают. Надо бутылочку такую заливать на этот случай. А вы знаете, подгорают, да. Но подгорают, слава богу, подгорают не баранин, а апельсинчик. А он не подгорает, а он, когда начальство не опаздывает, а задержит, апельсин карамелизируется. Карамелизируется? Карамелизируется, конечно. И сверху сыпем орешки. О, это вообще кедровые орешки, поджаренные на углях, на березовом. Внешний вид просто фантастически выглядит салат. Вот, Сергей, видно, что мастер. Да. Так, даже по движениям, мне тут не надо ничего говорить. Я, правда, тоже участвовал в музыкальных конкурсах в детстве, но в основном, конечно, я дал предпочтение шашлыкам. Так случилось. Это тоже искусство, кстати. Я думаю, что все-таки это ремесло, но не искусство. Искусство, скорее, не в том, что пожарить, предположим, или это, но это, в принципе, естественно, можно научить. А искусство, допустим, как выбрать мясо на рынке. Как вот приходит, вот я, мне вообще, я могу только по внешнему виду, нравится, не нравится. А ведь это же целая наука, как вот молодой там баранчик. Или он уже, то, что называется, будет как резина на зубах. Да, но красота неописуемая. Ну, конечно. Апельсин, баранина, все, что душа пожелает. Да. Да, есть такая и в русской литературе тема свинья в апельсинах. А у нас получилось баранина. Какое-то новое слово, Сергей. Очень здорово смотрится. Я не знаю, как на вкус, правда, но... Ну, по тарелкам. Так, нормально? Да. Это даже не то слово нормально, это вообще супер. И даже из этой передачи я вынес новое выражение. Карамелизация. Карамелизация. Карамелизованный апельсин. Сегодня в нашем блюде он ярко... Он карамелизуется сам. Ну, потому что карамель делается как... Это жженый сахар, грубо говоря. А в нем фруктоза, и когда она подгорает, то и получается и запах такой сладковатый немножечко, как карамельный. Ну, и вот. Вперед. Пробуйте. Вкусно? Да, кстати, апельсин вкусный. И баранина мягкая. А баранина я обратил внимание еще. Ммм, бомба! Шашлык из баранины в апельсиновом соусе. Для этого блюда мы использовали Килограмм баранины, 1 апельсин, 100 грамм острого соуса, сок апельсиновый 100 мл, 2 столовые ложки майонеза, лук зеленый один пучок, уксус яблочный, 1 столовая ложка, горчица 1 чайная ложка, перец, соль по вкусу. Салат из авокадо и красного лука. Нам потребовалось 2 авокадо, красный лук, 1 штука, 4 помидора, твердый сыр, 150 грамм, оливковое масло, 70 грамм, 1 лимон и кедровые орешки, пол чашки. И самое главное, Сергей, что для любого россиянина вот это блюдо, оно доступно. Будь то Сибирь, будь то Урал, барашки, бяшки, они водятся везде. Апельсины в Сибири растут на каждом углу. Апельсины привозят, уже они, как картофель у нас продаются, и что тут еще, помидорки, но с авокадо, правда, сложнее. Все-таки я попробую авокадо, наконец. По вкусу напоминает картошку. Серьезно. Вот в салате. Вот холодный картофель, просто порезанный. Ну, картофель обычно отварной бывает. Да. А у нас-то сырая. Это и настораживает. Ну, супер. Ну, что, что-нибудь пожелаете телезрителям? Да, дорогие друзья, я, певец Сергей Любаян, от всей души желаю, чтобы в ваших домах, на ваших столах было такое же изобилие, как сегодня у нас с Сергеем здесь, на этой замечательной передаче. И самое главное, и, наверное, что это и есть самое важное, чтобы те блюда, которые стояли у вас на столах, они были приготовлены с такой же любовью, с таким же трепетом, с каким это делали мы сегодня с Сергеем. и поэтому получилось очень вкусно. Замечательно. Знаменитый американский архитектор Фрэнк Ллойд Райт сказал, что, чтобы похудеть, нужно отказаться от трех вещей. Завтрак, обеда и ужина. Мы не можем следовать его совету. Вы понимаете, к чему приведет такая диета. Мы, напротив, вам рекомендуем собираться раз в неделю на природе, в хорошей компании, вот как мы сегодня, и готовить что-нибудь вкусненькое. Увидимся через неделю. Это была программа на шашлыки и ее ведущий Сергей Цыгаль. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова